Один из самых главных государственных праздников отмечается сегодня в Беларуси – День Конституции. Ровно 30 лет основной закон служит правовой опорой, независимостью и гарантом прав людей. Сегодня в особой обстановке самые лучшие, самые яркие дети области получили свои первые паспорта. Перед тем, как приступить к церемонии получения документа, Юрий Шулейко в своем выступлении подчеркнул, что Беларусь для дальнейшего процветания нуждается во вкладе молодого поколения. Сегодня в нашей стране действительно очень знаковый день. Сегодня 30 лет главному закону, закону законов нашей страны. Это история развития нашего государства. Это главная основа нашей деятельности, всех законов, которые сегодня написаны нашей Конституцией. Права и обязанности гражданина Республики Беларусь. В первую очередь это один из главных пунктов нашей Конституции. За 30 лет в Конституцию вносились различные изменения. Они были обоснованы тем временем, той необходимостью, зависимостью экономики, политических моментов. Для того, чтобы государство было независимым, нужны вы, будущее поколение. Это сильная экономика. Это устойчивая политическая позиция. И самое главное, это верность в своей стране, которая обложит в конечном итоге эту независимость и долгие процветания нашей страны. Я хочу вас сегодня поздравить с этим замечательным праздником. И, конечно, именно один из самых юбилейных государственных праздников вручить вам паспорта гражданина Республики Беларусь. 25 юношам и девушкам, приехавшим сегодня, 15 марта, в Брест из разных уголков области, этот день запомнится особенно. Они стали отличниками учебы, активистами молодежного движения, победителями предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований и на торжественную церемонию вручения паспортов были приглашены в уютный зал Детской хореографической школы искусств имени Погодина, став настоящими гражданами своей страны. И с этого момента подростки должны разделять ответственность за будущее Беларуси. Получение паспорта – это такое волнительное мероприятие, переполняют эмоции. И с этого момента становишься гражданином Республики Беларуси, несешь ответственность за свои поступки и за самоосе. Молодежь должна быть активной во всем мероприятиях, участвовать, помогать преследующим поколениям. Для меня это очень волнительное событие, меня переполняют эмоции. Я думаю, что молодежь должна помогать развиваться в стране, потому что наши предки сделали для нас очень много, и мы не должны это забывать. Сегодня обновленная Конституция отражает дух времени, защищает интересы граждан и семейные ценности. Именно это во время акции «Мы, граждане Беларуси», подчеркнул сегодня председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Конституция, она существовала и ранее, но сегодня суверенена белорусского государства уже именно Конституции 30 лет. И за эти долгие годы она имела свои изменения, она имела временные изменения, которые необходимы были в тот или иной час для нашей Беларуси, потому что есть политика, есть, меняется сегодня социальный строй. У нас сегодня происходят экономические победы, необходимы новые законы для развития экономики нашего государства. Ну, конечно, прав и обязанностей, главное, наших граждан республики. Поэтому, и в том числе совсем недавно состоявшийся референдум, внес очередные изменения в нашу Конституцию, которая является опять-таки вехой дальнейшего развития нашего государства. Независимо, хочу повториться. Поэтому, все, что сегодня происходит по главной закону нашей страны, оно имеет место в продолжении независимости, процветанию нашего государства. Сегодня юноши и девушки, которые приняли участие в акции, мы граждане Беларуси, только на пороге своей взрослой жизни. Но они уже знают, что такое успех и как непросто он подчас дается. Однако в этом и заключена миссия каждого гражданина – сделать все возможное, чтобы жизнь на родных просторах была комфортной и уютной.